В России вообще плохо быть развитым. Государство в состоянии помочь четверти населения. Когда беднеешь, губу особо не раскатываешь. Половины контейнеров перевозок не будет. Там нефть заканчивается в танкеры и не идет. Не жил хорошо, нечего привыкать. Первый лукойл будет затыкать скважины. С нашей нефтянкой реально будут проблемы. Мы не заместим возможностями российского машиностроения. Не по объему, прежде всего, и не по качеству. Мы этого не умеем. Мы действительно страна, вписанная в глобальный рынок. Мы не можем из него уйти без чудовищных потерь и ушибов. Автодилерские центры сейчас будут напоминать пустые кубики. Это еще не военный коммунизм. Нет. Но это уже такой уровень регулирования экономики. Потому что есть главная задача. Цены не должны расти. Слушайте, а чем вам не нравится газель? Самая непродвинутая автопром. Не пропадем. Машину Козел, помните? Машину Буханка, помните? Вот оно наше все. Это будет. Прогноз Центра развития Высшей школы экономики. В общем, ощущение такое, что 20% инфляции, это если очень повезет, скажем прямо. А они там по 30% все-таки смотрят. Но это опять же зависит от ситуации. Второе. Падение ВВП, если очень повезет, 8%. Но они там смотрят и под 15%. Но это вообще жесткач полнейший, потому что в кризис 2009 года он был очень тяжелый. Российский ВВП упал на 7%. Но тот кризис, он был в режиме упал, отжался, довольно быстро из него вышли. Дальше. Безработица пока близко к консенсусу 8%. Я еще вернусь к этой цифре. Ну что, не смертельно, скажем, да? На пике кризиса 2009 года, ну вот, и самый пик был январь-февраль 2009 года. А, нет, 8-го, извините, сидя. Она была 9,5%. Ну, как это, видели, знаем, привыкли. Попробуем бороться. Короче говоря, в общем, я вас, видимо, ничем не испугаю, но я покажу масштабы сейчас обеднения вероятного. По разным оценкам, уехало из России уже больше 100 тысяч. По разным оценкам. Вот. Ну, мне сказали, что в каком-то там патриотическом месте ведут учет уехавших и насчитали аж 600 человек. Я за них порадовалась. Но этот вывешен, надо это будет наказывать, видимо, тех, кто попытался уехать, когда вернутся. Ну, флаг вам в руки. Опять утечка мозгов. Или это называется очень корректным словом релокация. Все, кто работает в IT, все прекрасно знают, что под этим словом стоит. Это просто перемещение бизнесов за пределы Российской Федерации. Вы и так понимаете, что инфляция бьет по всей стране. Да. Что у нас падение доходов по всей стране. Надо будет искать, вот так вот смотреть, где разница. Не будет большой разницы. Но у нас с промышленностью и с агросектором получается тоже по всей стране. Немножко по-разному. Но результат один. Риски безработицы возрастают. И спада производства. Вот это надо очень четко понимать. Что любая перестройка производственного процесса из-за дефицита чего-то, комплектующих или еще чего-то, ведет к сокращению остановки и перенастройки. Производство это требует времени. И обязательно ведет к ухудшению модельного ряда. Вот простите за мной, да. Вы возвращаетесь к более старым образцам, которые вы умели производить сами. Теперь давайте разбираться с безработицей. Ну вот здесь я вам показываю долю занятых в обрабатывающих отраслях. И вы видите, только обрабатывающих же бить в первую очередь будет по ним. И второе, добыча, даже уже угольная, она не трудоемкая. Уголь самый трудоемкий. И то в нем на всю страну 100 тысяч и основная часть Кемеровской области и в Красноярском крае. Хотя не только. Мы должны четко понимать, что в любых сколь-нибудь продвинутых, живых, обрабатывающих отраслях есть хоть гайка-болт, кусочек агрегата, упаковка и прочее, прочее, импортная. Ну вот смотрите риски. Мы понимаем, что Дальний Восток пролетает в этой части. Безработицы роста особо не будет. А попадают в облом два кусочка страны. Вы их видите. Центральная Россия, где много сохранилось. И появился Гринфилд. Новое машиностроение. Перестроилось, что живое. Старое. И, конечно же, Волга. Отчасти северо-запад. Но Новгород – это лес и удобрения. Вологодчина – это прежде всего металлургия. Ну и плюс ЦБК. Там есть небольшие ЦБК. Но суть в том, что главный удар по центру. Когда мы говорим о безработице в обрабатывающей промышленности, все-таки в большей мере это крупные и средние предприятия и организации. На крупных и средних предприятиях и организациях. На собственника легче надавить, объяснив ему, а ему объяснять не надо. Он и сам это знает. Что, в общем, увольнять не надо. Поэтому массовый переход на двух-трехдневную рабочую неделю, каникулы на предприятиях, посадка на тариф. Это будет основным способом прохождения вот этого тяжелого кризиса. А раз так, эти люди не безработные. Ни разу. И в безработице учитываемую, не зарегистрированы. А вот где эта безработица может концентрироваться? С большей вероятностью. Смотрите. Вот я взяла только долю занятых в торговле. А мы с вами понимаем, что автодилерские центры сейчас будут напоминать пустые кубики. Да, они же стоят во всех городах. А мы понимаем, что столько гипермаркетов и столько магазинов косметики уже не надо. Потому что косметика будет... Нет, фабрику «Свобода» можно продавать. Это правда. Это без вопросов. Но зачем такие большие магазины? Будет сжиматься непродовольственная торговля точно. С продовольственной нет. А непродовольственная... А если у вас ограничение поставок продукции, то вам столько продавцов-то не надо. И столько даже грузчиков не надо. Поэтому дальше. Авторемонт. Вы скажете, ну вот и будем как подорванные все ремонтировать. Если новое-то купить не можем. Ну все. Детский вопрос. А детальки-то для ремонта где брать-то будете? Нет, дядя Вася в гараже вам склепает все, что вы хотите. Только вы на приличную машинку. Нет. Лада Гранта. Наше все. Дядя Вася с ней справляется идеально. Поэтому если вы планируете приобрести автомобиль, настоятельно рекомендую два направления. Лада Гранта, где почти нет импортных деталей. Но это фактически последние «Жигули», которые они красиво переназвали. И второе, вот этот, как он, хавал, навал, я все время путаю. Вот это вот тульский китаец, куда идет поставка. Другое дело, что вы купите вдвое, втрое дороже. Ну, хотя бы вы будете это иметь возможность ремонтировать. Дальше. Гостиница. Вы скажете, а что с гостиницей-то? Будем ездить по стране. Больше ехать некуда. Где эти гостиницы? Вы будете вмотаться в Москву, как подорванные, и жить в этих гостиницах? Бизнес там жил, у которого были деньги платить за московскую гостиницу. И вы будете мотаться на юг и жить там в пансионатах гостиничного типа или что-то? Да вы к Бабмане поедете, да? Потому что к Бабмане как-то подешевше будет. А общепит. Итак, Магдональдс ушел сам. Понимаем, что крошка картошка его не заменит. Понимаем, что вот тут вот тоже ресторан. Как-то там с наполняемостью, боюсь, будут некоторые проблемы. Кофейни. Это вопрос цены кофейных зерен. И все понимают, что по цене происходит. Поэтому, слушайте, когда беднеешь, губу особо не раскатываешь. Поэтому есть ощущение, что пользование общепитом... Не, университетская столовка моя работать будет. Потому что студент вечно голодный, ему надо кушать. И там даже какая-то социальная доплата, НГУ доплачивает. И хоть, ну, я свою советскую-то еду хорошо помню, да? До такого не скатится. Сейчас у нас все-таки сильно получше. Но такие учреждения останутся. Но очень много малого бизнеса, который ведет вот это все. Небольшие магазинчики, салоны, кофейни и ты-ты-ты-ты-ты. Ну, про автодилеров не говорю. Там, если они так все патриотически настроены, значит, они не просто должны затянуть пояса. Они должны во вашем пустом автодилерском салоне содержать полный состав занятых и платить им полную зарплату. Я с интересом посмотрю, как у них это получится. Это из серии невозможно. Калининградская область попристойнее. Туда Москва и Питер любят ездить. Северо-запад. Ну, потому что более такой человекообразный сервис. Не знаю. Не знаю. Понимаете, в чем дело? Фишка состоит в том, что в Калининград надо летать. А сертификаты летной годности, продленные российским правительством, не будут сопровождаться плановыми ремонтами и нормативным обслуживанием. Я уже сказала где-то, что вот с апреля я уже, пожалуй, летать не буду. Историческая моя родина Сыктывкар позвала выступать. Сказала, ребята, Zoom, Skype, Zoom, Skype. Снижение спроса на российское сырье, как это неудивительно. Мы думали, что все будут покупать, но это не случилось. Уже сейчас треть российской нефти, в основном танкерной, на спотовых контрактах, не продается. Россия построила три крупных нефтеэкспортных порта на Балтике. Там нефть заканчивается в танкеры и не идет. Потому что танкер должен быть застрахован. Страховые компании не готовы страховать и перестраховывать транспортировку этого груза. Самая худшая ситуация у компании «Лукойл». Потому что «Лукойл» больше всего продавала нефть на американский рынок. Там облом полный. Воз нефти и нефтепродуктов запрещен. У «Лукойла» там были свои автозаправки. Если НПЗ не будут перерабатывать всю эту нефть, вы куда ее затаривать будете? И это означает, что первый «Лукойл» будет затыкать скважину. Когда скважина затыкается, особенно на старых месторождениях, у нее дебет уже небольшой, заткнув ее, вы вытокнуть обратно с очень большой вероятностью не сможете. Очень дорого. И это означает, что это погубленная уже скважина. Это сильнее всего касается регионов старой добычи нефти. Это Дуга, Коми, Пермский край, Татарстан, который тоже будет иметь по полной программе, Удмуртия, Башкирия и Оренбуржья. Производство нефти в России по оценкам Международной энергетической организации может сократиться на 25%. Основные дебеты сейчас дают месторождения Восточной Сибири, новые. Но там маленькая-маленькая деталька. Чтобы построить всю эту трубу, мы взяли кредит у китайцев. И этот кредит отдаем нефть, за нее уже, как вы понимаете, особо ничего не получая, потому что мы отдаем кредит. Поэтому там, как бы, с экономическими возможностями в юанях тоже большие вопросы. Поэтому с нашей нефтянкой реально будут проблемы. Маленькая деталька. Первый газооржижающий завод. Доля импортного оборудования была под 90%. А вы как думали, мы не умеем это производить? Не умеем. Сейчас, значит, и попытки. Для три это называется Ямал-3. И Михельсон, владелец Новотека, совладелец, уже сказал, что то, что им поставляла российская промышленность, по качеству и технологическим свойствам крайне тяжело устанавливается так аккуратно. Да, есть проблемы. А вот второй тоже должен был быть на импортном оборудовании. Ну, вы поняли, что уже этих проектов не будет. Их не будет. Мы не заместим возможностями российского машиностроения. Не по объему, прежде всего, и не по качеству. Нефтянка, вся Волга, предуралия. Ханты-Масийский, в значительной степени. Газ, Ямал. Хотя там тоже нефть ноябрьские, тоже будет сокращаться. Особая ситуация на Сахалине. Вы знаете, что там два больших проекта. Сахалин-1, Сахалин-2. Сахалин-1 это Эксенмобил, японцы и Роснефть. Сахалин-2 это Газпром, Шелл и японцы. Японцы не ушли, более-менее. Шелл и Эксенмобил уходят. Им даже не дадут вынуть деньги. Ну, мы любим так, чтобы уже по-взрослому, да. Но дело не в этом. У них технологии. И технологии морского бурения для добычи газа. Мы этого не умеем. Уже давно два имеющихся месторождения вышли на полку. Извините за профессиональный термин. То есть достигли своего максимума добычи. Как любые месторождения, потом объемы будут сокращаться. Так устроены нефть и газы добычи. И нужно было валить. Третий проект, забыла Южно-Тамбит, как он называется, не важно. Это тоже морской добыча. Его не будет. Потому что нет технологий, ни Шелл, ни Эксен этого не сделают. А мы уже заключили контракт с китайцами о дополнительной трубе газа на Китай. Значит, на той стороне, на Сахалины, как-то с газом напряженка. И как мы этот контракт будем выполнять, пока не очень понятно. Поэтому здесь добавочки большой не будет. Вернемся к уходу компании. Я вам просто перечислю, чтобы вам было понятно размеры. Итак, полностью ломается Калужский кластер. И не только автосборка. Там же огромное количество других сборочных производств. На линии Ворсина, Обнинск, Малоярославец. Вот просто вот целые там отдельные зоночки и не зоночки, где все собирается для огромного московского рынка. Кто там, как будут обеспечиваться работа этой люди, непонятно. Полностью уходит. Калининградская сборка. Автотор российская компания. Но она работает по БМВ и другим немецким машинкам. Их не будет. Ну, вообще 200 тысяч машин в год, чтобы было понятно. И 250 в Калуге, тысяч машин в год. Ну, вот как-то так. Дальше. В Питере полегче. Потому что в Питере японцы и корейцы. Японцы не объявляли, что они уйдут. А корейцы сказали, что, скорее всего, останутся. Детский вопрос. Поставки комплектующих – это крупноузловая сборка. Как пойдет логистика этих поставок? Ответ. С большими перерывами и перебоями. Почему? Сразу добавлю, потому что это касается не только авторынка. Многие грузы в Россию, но начиная от лекарств, шерпотреба до каких-то деталей, возятся контейнерами. Такой способ упаковки. 40-футовые контейнеры, унифицированные, в которых вы все это укладываете. Половина объема контейнера перевозок грохнулась, потому что три крупнейшие компании – норвежская, французская и не помню, какая третья – отказались возить грузы с адресом «Россия». Кто еще летит из автопрома? Вот наша Елабуга. Тут сидел Солерс, Татарстан, и с ним Дженерал Моторс. Нет, Форд, там был Форд. Значит, Форд ушел. Как справится один Солерс? Ну, на УАЗе-то он собирает наше все типа патриота, помните, да? Здесь, я не знаю, какая у него сборка, но нам тоже из более продвинутого вида машин. Но вот чем, правило номер раз, чем более модернизированная машинка, даже наша отечественная, тем больше в ней импортных комплектующих. Поэтому что мы будем иметь? Вот не пропадем. Машину «Козел», помните? Машину «Буханка», помните? Вот оно наше все. Это будет. И еще добавлю. Да, встал автоваз, потому что автовазе не хватает чипов. Их отправили автоваз, по-моему, до 20 апреля аж на… Ну, назовем это каникулами, да? Не знаю, мера оплаты этих каникул. Не знаю, надо добраться туда. КамАЗ, ну вы уже сами все знаете. Кабина даймлеровской начинки с газом. Слушайте, а чем вам не нравится «Газель»? Самый непродвинутый автопром. Потому что Дерипаска не вкладывался, и ни с кем пожениться из иностранцев у него не получилось. Он менял их, как перчатки. То «Форд», то «Дженерал Моторс». И как-то вот, ну, не получается у великого Дерипаски, да, работать с собственниками другими. По-нормальному, а не по понятию. Можно я так аккуратно скажу? Ну, вот поэтому «Газелька» останется, скорее всего. А больше ничего не делают. Готовьтесь к тому, что довольно скоро пределом нашей мечты в основном будет китайская машинка. Ну, вот как-то так. Не жил хорошо, нечего привыкать. В этом смысле в автопроме точно так и будет. Самые продвинутые отрасли лоссийского машиностроения грохаться будут сильнее в силу своей глобализации. Ну, и автопромщиков, и у других машиностроительных. Огромное количество смежников. И может получиться так, что какой-то продвинутый завод, производящий подшипники под западной технологией. Ну, если у вас нет подшипников, у вас много чего не катит. Я не буду дальше вам показывать. Мы действительно страна, вписанная в глобальный рынок. Мы не можем из него уйти без чудовищных потерь и ушибов. И это касается и упаковки в сельхозе. Это касается и семенного фонда. Я уже много раз говорила. У нас, ну, слушайте, сахарное сёкло, подсолнечник, рапс, ещё что не помню, но полдюжина точно всех сеймокультур, по зерну не знаю, в основном обеспечивается импортными семенами. Где мы собираем самолёты уже, я начинаю задумываться. Потому что Комсомольск на Амуре, Иркутский авиазавод, да, а там вообще-то... Нет, авианика наша, а электроника очень часто импортная. Там было много французов, если память не изменяет. Как себя поведут французы, я не знаю. Но вообще они ведут себя, как остальная Европа. Но то, что у нас и в самолётностроении будут проблемы, это понятно. Все локомотивные заводы, Брянск, Новочеркасск, Коломна, всё там же импортные компоненты. И вот я тут очень благодарна за общение, свелили мы часы, и мне объяснили путь, по которому пойдёт российское продвинутое машиностроение. Путь этот простой. Назад к трактору Фордзон. То есть умели производить грузовые полувагоны на таких... Вот к ним и вернётесь. Умели производить когда-то что-то... Ну давайте так. То, что называют ладогранта, где почти нету импортных комплектующих, вот к ней и будем возвращаться. Всё продвинутое на рынке будет сжиматься. И это будет продолжаться до тех пор, пока не будут сняты санкции. Что-то попытаются заменить. Но технологически это далеко не всегда возможно. Что-то покупают, попытаются купить. Но опять же, технологически это китайское далеко не всегда вот в тот шурупчик, который надо, воткнётся. Это сложная вещь машиностроение, это сложная техника. Кувалдой не заменяется. В России традиционно очень было велико отставание нефтехимического машиностроения. Мы не умели делать многое из того, что умел уже делать развитый мир. И у нас появилась суперская компания, Сибур, которая сделала очень много. Так вот, их четвёртая очередь в Тобольске, это вообще суперский проект, очень современный, только полностью на импортных технологиях. И они ещё покупают многие присадки, там ещё что-то, которые необходимы в процессе органического синтеза. Поэтому у Сибура тоже будут немаленькие проблемы, связанные с тем, что, ну да, он отстроился, он вёл эту очередь, но как он будет продавать то, что он делает, какого будет спроса на эту продукцию, в России он ведь тоже усохнет. Это большая пока неопределёнка. Как и с НПЗ, 90 с лишним процентов импортное оборудование в сложных геологических бурениях, это гидроразрывы пласта, это горизонтальное бурение, мы просто технологически этого делать не очень умеем. Обычное, обычное машиностроительное оборудование для нефтегазодобычи, зависимость была 60%. Её несколько снизили. Туда можно было что-то закупить китайское. Но хай-тек, вот смотрите, общая абсолютно вещь, самая высокотехнологичная страдает больше всего, потому что замены и альтернативы нет. Мощнейшие логистические проблемы. Про контейнеры я вам уже сказала раз, про танкеры сказала. Ещё добавлю, фуры, они стоят на границе, как вам, 30 километров очередь фур на белорусской границе, которая очень тяжело её проходит. Плюс платежи и всё такое прочее. Поэтому здесь мы с вами сейчас будем наблюдать то, чего давно не видели. Дефицит и остановку поставок, включая потребительскую продукцию. Не мне вам рассказывать про компьютеры, вы уже всё видели, про машины вы, наверное, пытались их купить, кто имел деньги. Про нас, родных россиян, как мы управляем этим тяжелейшим кризисом. Ну, как вам сказать? Где-то, может, по уму, а где-то выстрелил в ногу себе. Значит, что происходит в металлургии? Все заводы европейской части, а это в первую очередь Северсталь, она тупо под санкциями, Лисин не под санкциями, но они основные продавцы на европейскую Россию. Полностью запрещен ввоз Евросоюз горячего и холоднокатанного листового проката. Что будет делать под санкционный Дерипаска, Мордашов, я вообще не понимаю, потому что ему экспорт закрыт полностью. Полностью. Вообще, Череповец это 300 тысяч человек, и основная работа это Северсталь. Да, Липецк большой город, он там под 600 тысяч, но основной налогоплательщик и работодатель это Новолипецкий металлургический комбинат. Это еще не вечер. Под санкциями. Старый Оскол, это имени Усманова, Металлоинвест, и они-то гнали на внешний рынок не столько электрометаллургии, не очень много. У них самый маржинальный продукт Акатыши железнородные. Они их гнали много на европейский рынок. Ну, город Старый Оскол, сто с небольшим тысяч, и все практически завязаны на Старо-Оскольский металлургический комбинат. Под санкциями Усманова, это называется Уральская сталь, Орско-Халиловский комбинат, город Новотроицк, тоже основная жизнь там. Поэтому металлургов очень не сладко. По-моему, только что попал в санкционный список рашников, кто следит за новостями. Это хозяин магнитки, Магнитогорский металлургический комбинат. 450 тысяч населения, и магнитка – это все для города Магнитогорска. Посмотрим, что будет дальше. Напоминаю, что доля экспорта черной металлургии России половина. Половина. Там были внешние санкции. Внутренние разборки устроило родное правительство, которое, сказало, собрало металлургов и сказало, сволочи, цены опустить. Я слушала это, мне прислала Мариана Минскер, просто запись этого. Стиль такой. Вот вам, мы проверяем вашу себестоимость, 20% наценки максимум, трейдера – 3-5%. И слово «прокуратура» там звучало через два предложения на третий. Это еще не военный коммунизм. Нет. Но это уже такой уровень регулирования экономики. Потому что есть главная задача. Цены не должны расти. Машиностроители тоже не порадуются росту цен. У них и так проблемы. Сахар, видели все. Цены не должны расти. Это сейчас генеральная линия властей. Сдерживание цен. Посмотрим, как на это ответит рынок. Ну, вообще, это мина замедленного действия. Это серьезно. Хотя население с великой радостью будет принимать такую политику. Короче говоря, ситуация, конечно, очень тяжелая. Не тронули пока цветных металлургов, кроме Титана. Штаты сказали, Боинг, не штаты. Не забывайте, что не только страны вводят ограничения санкций. Компании вводят. Боинг отказался от Титана. Это значит, полностью город, верхняя солдат на севере Свердловской области. Ну, там 100 тысяч нету, но эти люди все завязаны на комбинат. И Березняки, где Титановая губка производится, Пермский край. Ну, вот уже так. Посмотрим, что будет дальше. Потому что, я бы сказала так, чем дольше длится то, что нельзя называть, тем шаг за шагом будут расти санкции. Ну, вы знаете, да, Россия стала мощнейшим экспортером зерна. Мощнейшим. По пшенице мы первые в мире. Экспорт пшеницы мы делаем больше всех. Но когда Россия полностью до конца июля запретила экспорт зерна от слова совсем, я обалдела. Потому что основные покупатели российского зерна, называю по объему, по порядку, Турция, Египет, Иран. Ну, что их-то там наказывают? Они основные наши покупатели. А потом до меня дошло. Это попытка остановить цены внутри России. А с этими как-нибудь разберемся. Мне умные люди сказали, ну, что ты крыльями-то маршишь? Будут специальные решения экспортной комиссии. Кому надо, дадут поставить. Но все это будет под полным колпаком. Ты не можешь уже вывозить так, как ты хочешь. Тебя будет проверять специальная комиссия. Таки дать? Или таки запрет? Главная задача, чтобы не допустить роста цен. Вот это сейчас регуляторная задача. Не попытки шить технологически, помочь. Не допустить роста цен. И вторая задача, не допустить значимого роста безработицы. Это значит, вот вам запретили сейчас экспорт. Вы заработаете существенно меньше. Но в этом году семена сильно подорожавшие. Вы как-то купите. А теперь вопрос экономический. А какого шута мне столько сеять, если в следующем году я не понимаю, какой будет моя маржа? Сельхозпроизводитель, он же гибкий. Ну не слеглось. Вот были роскошные цены на подсолнечник. Они гнали подсолнечник. Пошло зерно, они гнали зерно. А вот сейчас, если у вас будет куча проблем с регуляторкой, тот же сахар. А зачем мне столько сеять бурака? Не бурак, это красная свекла. Сахарная свекла. Вот вы знаете, производитель, ты его, особенно аграрий, ты его дави как хочешь, а он все равно будет выкручиваться, он в убыток себе работать не будет. Ковида, наша власть, боялась намного сильнее, поразительно, да, чем вот этой новой экономической реальности. Она пока демонстрирует, наша власть, полное единение под флагом и нежелание обсуждать какие бы то ни было проблемы. Мы все импорта заместим. Вот это меня, честно, пугает больше всего. Потому что в ковид перебдели несколько с локда... Ну, мы понимаем уже, три ковидника или четыре прошли, мы понимаем, что в первую... Мы тогда не знали, что это такое. Мы просто не понимали эту страшную зверушку, мы не знали. Сейчас же все понятно. Я вам просто вот географию проблем рассказала. Ну так вы когда-то начнете это обсуждать? Нет, мы все импорта заместим.